Здравствуйте, товарищи! С вами Сэд, и, как видите, это Fable 3. Вот так внезапно, собственно, переметнулся я с первой части на третью, но это связано с тем, что вторая часть была эксклюзивом для коробки, собственно, так же, как и четвёртая, которая называется Fable The Journey. Так что Fable 3 — это единственное, что у нас есть. Но тут такое есть дело, то что всё-таки после того, как поиграешь в первую часть, Fable 3 не нужно воспринимать, на самом деле, как Fable, для того, чтобы не бадхёртить постоянно о том, что это совсем другая игра, и она не имеет абсолютно ничего общего с оригиналом. Поэтому нужно воспринимать это как совершенно новую игру, совершенно новая RPG, собственно, и надеяться, что она не будет вызывать бадхёртов, помимо того, что она не имеет ничего общего с оригиналом. На самом деле, боюсь то, что это будет невыполнимой миссией. Ну что ж, начинаем. Вот, сразу же напоминание. Значок гильдии. Ну и здесь нет русской озвучки, но здесь более-менее нормальные, собственно, субтитры, хотя они не очень удобные, но... Что за герой поведёт? Ну и вот первое отличие это то, что нам дают выбрать, собственно, персонажа. Ну, вернее, пол, потому что... Потому что, да. Только полу выбрать можно, внешность пока нельзя, может быть, по ходу игры, как всегда, парикмахерские всякие штучки. Я буду играть за женского персонажа, потому что, ну... Ну, потому что извращенец, очевидно, нет. Потому что мы играли в первый фейбл, там не было выбора. До этого я играл в Вичер, там, собственно, тоже персонаж фиксированный. Там всякие готики, там тоже персонаж фиксированный. Хотя в готику я играл последний раз лет 8 назад. И да. Но у меня до сих пор травма с того момента, то, что я не могу создать персонажа, поэтому выбираем женщину. Сложности здесь всего две, нормальная и высокая. Так что... Я хоть и играл в эту игру, но совершенно ее не помню, в отличие от того самого первого фейбла, который я проходил раза 3, наверное. Но давно, лет 7-8 назад. Эту игру я проходил, соответственно, не так давно, года 4, может быть, назад. Ну, когда она там вышла. Она как только на ПК вышла, я такой сразу... О, продолжение фейбла! А потом такой... Прошел ее, и что такое? Так, а где тут фейбл-то вообще был? Ну и... Единственное еще клевое в этой игре... Ну, не единственное, возможно, тут много клевого. Но вот этот вот вступительный ролик, он очень клевый. Должен я сказать. В Альбионе наступил промышленный век. Индустриальный век. Надо как в цивилизации называть. Хотя некоторые называют его веком тирании. Да. Ну и вот веком, когда свобода стала лишь мечтой. Настало время организовать сопротивление. Ну и вот курица всегда была таким символом фейбла. Но при этом она никогда не имела какого-то серьезного отношения к игре настоящей. И вот здесь вот хотя бы в вступительном ролике нам показывает такое иллюстрации на жизни курицы, собственно. Восстание, в котором те, кто смеливаются что-то говорить, наказываются. Не восстание, а мир наказывается. А те, кто смеливаются надеяться, обнаруживают, что надеются не на что. И такие это. Да. Ну, в общем, довольно забавный и креативный ролик. На самом-то деле. Показывает нам, кстати, этот мир, что тут, типа, дети работают. Все такие обдолбанные. Может, им наркотиками, может, платят или типа того. Ну, еще их почему-то никто не замечает. Ну, то есть курицу. Ну, и... Да. Настоящие бунтовщики. Что-то там всегда. Вот это вот отстойный шрифт без обводки. Никогда не сдаются. И в то же время невозможно победить в одиночку. Да, с курицами в этой игре всегда жестоко обращались. Так что... Кульминация этого ролика, в общем-то... Довольно логично. Кто возглавит революцию? Ну, я думаю, это так же, как... Ну, блин, не знаю. То есть, вот есть, например... Аватар The Last Airbender и The Legend of Korra. И вот в Коре тоже пошли дальше. Там промышленная революция уже случилась. Все такое. Машины туда-сюда. А в то время как в The Last Airbender там практически ничего такого не было. Техника была, конечно, периодически появлялась. Но не играла такую прям... Огромную роль в мире. Да, принцесса. Играем за принцессу. К сожалению, вам пора вставать. Если позволишь, я разбужу твоего спящего компаньона. Ну и это какая-то... Псина. Дворняга какая-то. Я не знаю, может, это какая-то порода популярная. Но, по-моему, она выглядит довольно убого. Впереди нелегкий день. Лучший парень. Если мне надо вставать, то и тебе тоже. Да он уже довольный, по-моему. Ничего не выйдет, и не надо на меня так смотреть. Ну и парочка королевства обречена. Ну, кстати, должен заметить то, что... Озвучка в этой игре довольно клевая. Вот из того, что я поиграл 20 минут. Особенно вот этот Джаспер, он очень хорошо озвучен. Сейчас как раз я перебиваю своим отстойным голосом его клевую озвучку, чтобы вы не могли насладиться ей. Но знаете то, что она хороша. Два подходящих наряда, если ты пожелаешь всклинуть. Ну, левый кокошник я одевать точно не буду. Может, если бы это было просто платье, но без кокошника, я бы надел, ну, кокошник, серьезно. Ну, я не знаю, ты, может, как-то по-другому называешь, но похоже на кокошник. А еще не понимаю, зачем члену королевства пристала носить самые модные наряды. Да, наряд, возможно, не слишком богато украшен, но это не признак недостатка качества. Я выбираю только лучшее, говорит он. Принцессе положено всегда производить впечатление, а ты сейчас производишь впечатление лунатика. Так вот, о чем я? Зачем спать вот в такой шапочке на голове? Кто-нибудь мне может объяснить? Чтобы волосы не выпадали и не оставались на подушке? Или, может быть, чтобы... Я не знаю. Ну, у нее волосы пластиковые, так что они, в принципе, не могут выпадать. Чтобы прическа не портилась, но, по-моему, это не очень помогает. Короче, я не понимаю, зачем спать в таких штуках. Если они на самом деле спали, то, наверное, просто были глупыми. Может, потому что у них была башка просто мега грязная в то время. Это же, типа... Ну да, не знаю. Прекрасный выбор, уверен, господину Эллиоту понравится. Да насрать мне на господина Эллиота. Думаю, пора отправиться к нему. Ладно, пошли. Я рекомендовал бы сегодня избегать общества твоего брата, говорят, у короля Логана скверное настроение. Ну да, мы принцесса, а, собственно... Хотя, постойте, это странно. Принцесса — это дочь короля. А сестра короля, раз вы можете считаться принцессой? Я вот не в курсе этой терминологии, но, по-моему, нет. По-моему, принцесса — это именно дочь. А не... Или нет? Или тоже считается? Не знаю, но... Ну, если считается, то, собственно... Да. Как мы видим, графон, ну, на уровне Fable Anniversary примерно. Только тут цвет... Эти... Получше сделана игра, работа со светом, потому что Fable Anniversary просто бликов понасували повсюду. Вот. Но зато здесь намного хуже выглядят персонажи. Ну, я имею в виду внешний вид. Ну, мне вообще не нравится вот эта вот одежка и все такое. Вот ты... Ты... Ты кто, усач? Это ты в этом... В мини-телесериале, помните, который шел там... Не Коломбур, а это... Крутое пике, короче, там было там, где усатый такой этот... А пилот был. Это значит, мы успеем там что-нибудь сделать. Не помню ни одной серии, но помню то, что он истерично смеялся, потому что... Не потому что, а постоянно. Странно. Я играю в эту игру, и у меня уже слова начинают в голове путаться. Возможно, это признаки умственной деградации. Хотя... О, нигер! Здорово, Ян. Привет. Почему ты не реагируешь на меня? Здесь что, у каждого нигера есть свое имя? Что за глупая страна? Я бы называл его просто первый, второй. А с негром нельзя было взаимодействовать, а со всеми остальными можно. Все-таки... Все-таки тогда справедливость торжествует. Аня, ты тоже негр. Я думаю, на них наехали просто после первой части, где было всего... Два основных персонажа негра и... Еще несколько второстепенных, которые... Ну, не второстепенных даже, а эти. Которые даже не относились, собственно. Просто неписи. Никчемные. И то только мужики. Храбрый воитель, ты... Так, мы... Хорошо, мы встретим наших врагов лицом к лицу. Обязательно встретим, да. Скоро у тебя не будет лица, правда. Тогда королевству ничего не угрожает. А наша прекрасная принцесса, два твоих храбрых рыцаря будут защищать тебя до последней капли крови. Я могу о себе позаботиться, говорит ГГ. Ну и, собственно, объятия или поцелуи. Конечно же, френд-зона. Никаких поцелуев. Будь мне нужны доказательства. Вот тебе и френд-зона, чувак. Будем считать, что он просто хороший друг детства. Ну, тут так и есть, типа. Так, как это доказать? Не знаю, не уверен, насколько это будет эффективно в боевой обстановке. Я думал, ты никогда не проснешься. Разве Джаспер не сказал тебе, что я хочу с тобой поговорить? Сказал, но мне было как-то насрать. Что случилось? Я не уверен. Похоже, в замке все недовольны твоим братом. Больше обычного. А в городе еще хуже. Че, я удерживаю тап. При появлении этого значка вы можете осмотреться. В последнее время ходят ужасные слухи и говорят, сегодня казнили рабочего завода. Уверен, что это просто слухи, но можно себе представить, что говорят люди. Тальность прорисовки, конечно, просто запредельная. Хотя графон на максимум не стоит. Слуги очень нервничают. Думал, что ты с ними поговоришь, что ты сделаешь. Это страшно представить, что может случиться, если их не успокоить. Если считаешь, что ты это поможешь... Да, они могут бояться короля, но они все равно заботятся об их принцессе. О да, я буду доброй принцессой. Так, возьми за руку и поведешь... К самку. Не могу поверить, что брак мог казнить рабочего. Но иногда думаю, что... Ну, что-то с ним не так. Он очень изменился и все время выглядит усталым. А, ну это да, первые признаки наркомании. Так он на крэк, наверное, подсел. Нажим нику, если хочешь отпустить чью-то руку. Уверен, он захочет, чтобы твои занятия сегодня продолжились. Последнее время... Блин. Тебе повезло, прямо под окнами стоит статуя твоего брата. Тебе из-за него, наверное, кошмары снятся. Так, отпусти меня. Хм. Привет. Тут можно, кстати, инфу посмотреть. Простолюдинка-натуралка. Это, в общем-то, садовница Вэл. Важно, что она натуралка, потому что здесь, типа, можно быть... Лесби и все такое. Кстати, смотрите на рост. Рост персонажей. Рост. Оп. Одинаковый. Оп. И я уже выше каким-то образом встал на пол головы. Собака, это ты меня там поддерживаешь? Чтобы я стал выше. Почему? Как? Не знаю, как это работает. Магия, наверное. Ну, это же мир магии и все такое. Промышленная революция плюс магия. Топай сюда свою руку. Он просто без меня никуда не может идти. Бесполезный. Прошу прощения, но входить в библиотеку нельзя. Что за глупости? Библиотека там должна быть. Так. Говорят, что он... Что он сделал? Заступился за одного из пареньков, что работал. Кто знает, как все закончится? Раз узнаешь, что один из нас ходит сплетничать, и приведите одежду в порядок. А, это, кстати, тот самый этот из ролика, который петушка убил. Где ты готовил эту курицу? Ну-ка, покажи мне. Я хочу этого петуха. Добро пожаловать, принцесса. Какая честь для нас всех. Мои работники собрались, чтобы услышать твои слова. Так, отпусти мою руку. Где тот, этот, петух? Ну, или он кур был, не знаю. Водушевляющая речь и грубая речь. Ну, опять-таки, как вы видите, здесь с самого начала нам говорят, что мы можем быть либо плохим, либо хорошим. И, я не знаю, мне понравилось быть плохим в Fable. Я, ну, в первой части, в смысле, я думаю, то, что я здесь продолжу эту, собственно, традицию. Я и так уже сменил пол. Этого должно быть вполне достаточно, чтобы я был этим. Перемен хватит. Вам оказана великая честь служить своей стороне, работая в этом замке. Вам придется соответствовать серьезным требованиям. И я надеюсь, что вы приложите для этого все усилия. Ну, и губы. У бабы справа были. А вот этот слева прикольный. Времена, может, и тяжелые, но я не потерплю беспорядков или дурацких слухов. А теперь за работу. Это была отличная речь. Очень внушительная, да. Твой брат будет доволен. Но помни, страх не единственный путь к завоеванию верности. Ну что, готовы к сегодняшней тренировке? Так, позаботьтесь о ней, Уолтер. Думаю, до тебя дошли слухи. Боюсь, они довольно правдивы. Кто знает, что еще сделает твой брат? Тоже клевая озвучка. Между тем, настроение в замке, день это дня становится все неспокойнее. Не скажу, что я согласен с тем, что ты говоришь, но надо признать, все внимательно тебя слушали, так как они слушали бы лидера. Кстати, знаете, кого он мне по голосу и по внешности напоминает вот этот персонаж? Джона Херта. И если это действительно он озвучивал, я проверю, но это будет круто. Многие сегодня хотят видеть твоего брата. Похоже на Джона Херта. Сэр Уолтер, какая удача. Не будешь ли ты столь любезен подписать петицию? Мы должны бороться с нищетой в Альбионе. Слишком многие испытывают нужду, а король бездействует. Значит, его нужно заставить. Заставить короля, который вас казнит постоянно. Да, хорошая идея. Хорошо, но я ведь просто солдат. Не думаю, что мое имя хоть как-то подействует, но, возможно, принцесса захочет тебе помочь. Да, давайте, я помогу. Величайшая честь. Грейтест Оно. Так, ну и оскорбить. Не люблю я ничего подписывать. Может, лучше так? Да, такое ребячество. Ну, надо сказать, что такое и в первом фейбле было, но... Но этого не было... В первом фейбле без твоего желания. В тебе играет молодость, и... Ты жаждешь развлечений, но пойми, на кон поставлены очень важные вещи. Возможно, ты это увидишь сегодня на тренировке. Давай. Ты здорово продвинулся за несколько недель, но время учебных боев прошло, сегодня ты будешь драться со мной, как будто на кону твоя жизнь. Это ты угрожаешь так? Так, однажды ты понадобишься народу Альбиона, я хочу знать, можно ли доверить тебе такую ответственность. Так вот, по поводу ее вот этой вот выходки, то, что она жопу потерла этим. То есть, да, можно было в первом фейбле и рыгать там, и танцевать, и всякие такие штуки делать, и танец Майкла Джексона танцевать. Но ты это все делал тогда, когда сам хотел. А я вот этого не хотел, ее нажать «Оскорбить». Но она сделала вместо этого глупую штуку. Так что мне это не очень нравится. Типа, я... Я не против того, что в игре есть. Ну, в первом фейбле такое было, но я не использовал это особо. Итак, нажми, чтобы атаковать мечом. Кстати, здесь... Вот я проходил уже. Здесь такой плохой отклик на этот. Ты помнишь историю с детства, которую я рассказывал тебе о твоем отце, короле-герое? А отцом этого отца был главный герой первой части. Ты всегда любила такие истории? А помнишь, что ты говорила после каждого такого рассказа? Научи меня быть героем. Я, кстати, от него вообще отвернуться не могу, тут какая-то фиксация. Жаль, но мне старым солдатам очень нечем тебя научить. Я сделал все, что мог, теперь твоя очередь. То, вид от первого лица. О. Не думай обо мне, как в Волтере. Думай, как о враге. Бей. Чего ты боишься? Бей меня. Так ты подойди поближе. А, здесь катсценка. Ну, из дерьма же у вас мечи сделаны. Ты здесь и сразу все сломалась. Скляни только. Ну что, я ведь отличный учитель. Послушай, тут такое. Волтер, быстрее и сюда, вы оба, да. Приперся и все испортил. Тут такое, он мне хотел рассказать про такое. Демонстрация. Это реально Джон Хёрд. Это стопудово Джон Хёрд. Если это не Джон Хёрд, то я просто не знаю. Ну, просто на него еще персонаж похож. Я, может, сам голос так и не узнал. Но у него такая хрипота клевая. Они уже на территории замка. Я никогда раньше не видел столько людей. Сейчас посмотрим. Заразлено. Нужно было догадаться, что это случится. Думаю, они не понимают, на что способен твой брат. Это хорошо не кончится. Так много людей никогда не видел. Там человек 40 от силы с треугольными лицами. Мы давно не говорили с Логаном, но я отыщу его. Оставайтесь здесь. Я не могу здесь стоять. У меня ужасное предчувствие. Надо что-то сделать. Смотри, стражу остался лестницы. Надо пойти с Уолтером, чтобы узнать, что собирается делать Логан. Да. Вообще, зачем возле лестницы стоять стражи? Я не понимаю. Внутри здания. Типа... Ну, типа, зачем? Это же здание. Ну, ладно. Это же ваш замок. Хотя, наверное... Ну, ладно. Наверное, есть смысл. Вдруг кто-нибудь из слуг захочет убить короля. Постоянно такое случается. Так, быстрее. Подумай, что делаешь. Я защищаю интересы народа. Не спорь со мной больше. Стреляй на поражение. Начнешь с главарей. А если надо будет, займешься толпой. Клевый. Мне уже нравится, короче. Звук ломающегося колена. Ни хрена себе. Не смей говорить мне, что я не могу сделать. Делать. Мы не можем позволить им убить всех этих людей. Ты его сестра. Может быть, он тебя послушает? Или я могу его поддержать? На самом деле, нет, не могу. Но я бы хотел. Типа, я ничего против братца не имею. Смотрите, у него дизайн клевый довольно-таки. Что ты здесь делаешь? Зал войны не место для ребенка. Уходи. Я здесь, чтобы остановить тебя. Ты не убьешь этих людей. А вот этот выбор мне не дали сделать. Тем не менее. Как ты смеешь идти против меня? Может, ты считаешь, что именно тебе положено принимать такие решения? Ты вправду хочешь спасти этих предателей? Да будет так. Посмотрим, как ты справишься. Отведем мою сестру и друга в тронный зал. Разберемся официально. Здесь дизайн. Иногда персонажи, с одной стороны, они пытались вроде приблизить к реальности. Относительно первой части, я имею в виду. А с другой стороны, здесь такой дизайн, как у... В Dishonored, например. То есть там, на человека смотришь, и он совсем не похож на настоящего, как у этого Джаспера, или вот у этого короля Логана. Народные защитники. Я безразмерно разочарован. Меня предала родная плоть и кровь. Мы не сделали ничего плохого. Наказание должно быть соответствующим. Ну, накажи меня. Ты уже не ребенок, и мне пора вести себя соответственно. У тебя будет возможность спасти этих предателей? Перед нами предводители жестокой банды. Я дам тебе возможность выбора. Кого ты накажешь, чужаков или мальчишку? Приговоренного ждет смерть. Че, не может быть. Это лидеры банд... Ну, вот негр точно выглядит как лидер банды, потому что, ну, негр, банды, это логично, а вот все остальные не похожи. Я думаю, у тебя власть над жизнью и смертью, ну ты клевый прям. Если ты не можешь решить, я решу сам. Их всех казнят. Итак, скажи мне, чем ты хочешь пожертвовать ради своего дела? We can't, we just can't. We can't, just can't. Эх, а ты знаешь, как переводится слово «кант»? Ну и смотрите, он такой слащавый. Выбери меня, они невинные люди. Ну и, собственно, его мы и казним. Все нормально, ты сделала то, что было необходимо, не забывая о том, что он отворил. И о том, что... Я люблю тебя. Последние слова перед твоей смертью. Чувак, я лесбиянка. Ну, да. Потому что здесь есть одинополоотношения, почему бы и нет. Так, ты никогда не забудешь. Проводи мою сестру в ее покой, живо. Ну и вот этот, в первой части, когда играешь на большом разрешении, это такие эти... Кстати, клевое злое выражение лица. Не вни себя, госпожа, я не думаю, что кто-то из нас понимал, насколько он безумен. Ну, если честно, не чувствуется какая-то накал событий и все такое. Королевство необходима настоящая революция, у нее должен быть вождь-герой. Бэтмена позовем. Пора узнать, готова ли ты, готова к чему быть, дочерью твоего отца. Да, отец, это, короче, сын... Героя первой части, соответственно, она дочь героя второго части. Берем даже пижамку. Ну и вот это вот, жизнь в замке, уходи из замка вместе с Уолтером и Джаспером. Не успокойтесь, конечно, госпожа. Не нужно было просто столбом в тронном зале, следовало остановить его. Единственным итогом всех деяний стало бы погибель. И все же, возможно, следовало забрать тебя раньше. По ночам этот сак выглядит как-то зловеще. Куда мы идем? Мне казалось, мы уходим из замка. Да, но есть срочные дела. Кстати, помните, какой большой луна была в первом фейбле? Это тот же самый мир, только буквально, ну, меньше двухсот лет прошло. И смотрите, теперь луна какая маленькая относительно. То есть она была реально огромная. Там вот так вот, если бы я на нее смотрел, она была бы высотой с героя, наверное. А то и больше. А здесь она такая маленькая и настолько отдалена. То есть у меня предположение. Либо здесь две луны в этой игре. Ну, в смысле, вот у этой планеты, на которой они живут. Альбион. Ну, или Альбион, это не название планеты, а материка, может, какого-то. Либо это гребаный киноляп. Ну, внутри игры, но киноляп, типа того. Потому что... Господи, какое же здесь управление? Оно так на геймпад заточено. Но почему-то игра не видит мой геймпад, что, кстати, странно. Потому что это майкрософтовская игра. А у меня геймпад аналоговый... Ну, это... Аналог 360-го Xbox'а. И раньше все майкрософтовские игры его видели. Настало время выразить наше почтение последнему герою Альбиона. Не думал, что снова приду сюда. Тебе стоило бы догадаться. Ну, в общем-то, историю про то, что все герои вымерли, я верю, потому что... В Fables of the Last Chapters я, собственно, приложил к этому руку. Когда твой отец был при смерти, я обещал ему, что однажды приведу тебя сюда, когда ты станешь достаточно большой и сильной. Это твоя история, твое наследие. Your legacy. Слишком долго был мир без героя, но я надеюсь, что герой скоро объявится. Мне вот интересно, настройки случайно не это? Не скинулись? Нет, вроде как я иностранный... Блин, тут такая неудобная камера, на самом деле. Плохо, очень плохо. Ну ладно. Вот и штуки. Окей. Делай. Do the scene, как говорится. Потайной кирпич, как всегда. Классика. Ну и тут у нас печать. Посмотрите, какая она огромная, блин. Это просто здоровенная. Самая ценная вещь для его отца. Печать гильдии. Она выбирает тех, в ком есть сила. Тех, кто способен стать легендой. Тех, кто способен стать легендой. Тейкет. Тейкет. Ничего себе у него это. Тейкет. Окей. Чувак, только не начинай, как Кристиан Бэйл, разговаривать в Бэтмане. Where is the detonator? Ты бы не отдал его кого-то из толпы. Что-то должно произойти? Да, что-то происходит. Тебя засасывает. Ну и кстати. То, что сейчас мы увидим, это, собственно, да. Тереза. Сейчас будет. Ну, мы ее слышали уже в начале. Это сестра главного героя первой части. Я Тереза, провидица Шпиля. Я направлял твоего отца к великому триумфу. Но тебя впереди ждет гораздо больше. Печать пробудила твое прикосновение. Она не ответит больше никому. Это означает, что судьба Альбиона лежит на твоих плечах. Перед тобой путь, предназначенный тебе с рождения. В конце его королевства, которым тебе суждено править. Спасибо за спойлеры, блин. Как и всех героев, тебя ждут испытания. Этот путь не пройти в одиночку. Ты должна собрать последователей и завоевать доверие людей. Сейчас у тебя есть поддержка двух друзей Джаспера, который всегда будет тебе служить. Спасибо за спойлеры, блин. И сэра Уолтера Бека, который будет твоим самым главным союзником. Вы уже сделали вместе первый шаг на этом пути. Пройди через ворота и заяви о своих правах. Ну и вот у меня такое вот... Я не знаю, как во второй части они объяснили то, что Тереза жива. Потому что в первой части спокойно можно было ее убить. То есть они что, просто наплевали на это, типа... Ну, да, вы как бы могли убить ее в первой части, но насрать. По канону она осталась жива. Как это было там. О, блин. Это моя статуя. Блин, могли бы камень и получше брать. Какой-нибудь белый, я не знаю, мрамор может быть. Но вы посмотрите, как она... Как будто у нее какое-то заболевание кожи, и она превращается в ящерицу. Да. Так, открыть сундук, мне говорят. Так, огненный шар обжигает врага и отбрасывает его назад. Да, здесь теперь такая прокачка. Собственно. Окей. А почему на следующих воротах два пьедестала? Там буду я и кто-то еще стоять. Тебе скрыта гигантская сила, ты просто пока не можешь ее высвободить. Восьми это. Ну и какая-то суперперчатка. Латная рукавица направит твою внутреннюю магию. Используй ее у могилы в склепе, и тебе откроется путь из замка. Ну, мне интересно, почему раньше не нужны были такие рукавицы, чтобы колдовать людям. Ты вернешься сюда, когда сможешь собрать достаточные последователей. Теперь ступай за тобой, везде будут следовать Уолтер и Джаспера. Однажды, возможно, последует и весь Альбион. Вот. Либо же они во второй части как-то смогли это объяснить, то что... Ну, там импорта сейвов, я полагаю, не было, но они смогли, типа, объяснить как-то то, что она выжила, хотя на самом деле... Ну, это странно. Блин, надо удерживать обязательно. Не люблю такое, когда просто забиваются на мнение, на то, что игрок, собственно, делал. Особенно события касательные смерти персонажей. Ну, че, чувствуешь разницу? Не знаю. Попробуй применить магию, похоже, по-другому отсюда не выбраться. Мог бы и раньше сказать. Спойл, сюрприз, да. Вот единственный раз, когда это более-менее нормально объяснилось, это, в принципе, версии из The Two Thrones, который... Там, где в начале игры сразу же говорилось то, что... Кайлина ведет рассказ то, что... О двух концовках, типа, многие или там все думали то, что принц вернулся с острого времени, там, один, и все такое. Но на самом деле он сразил Дахаку и привез меня сюда. То есть даже если ты получил плохую концовку, не самую лучшую во втором, в Warrior Risen, то нам, типа, рассказывали то, что... Это же все-таки история. Ведь нам же рассказывают историю, и, типа, как-то так. Но все равно не очень убедительно, да. Короче, колдуем. Ну, единственное, применение вот этой перчатки... А, сработал. Ты правда герой? Ну, я ни секунду не сомневался. Да. Конечно, я тоже, но это же сработало. Bloody works. Ну, ты и ругаешься. Собачка приуныла что-то. Ну, единственное вот назначение этой перчатки, помните, то, что... Чтобы колдовать всякие крутые штуки в первом фейбле, ауешные такие, надо быть крутым, собственно. Ну, разные заклинания, короче. Огненный шар это одно было заклинание. Мне, кстати, нравится, как она руку загибает, блин. Интересно, у нее суставы не ломаются периодически. Вот. А здесь такую ауешку, типа, может... Какая-то бомжиха, которая первый раз вообще видит... Пользуется заклинаниями, и с помощью вот этой перчатки она может такую нехилую ауешку создать... сразу же. Да, выглядит она, правда, довольно убого, но да ладно. Тут фильтры еще какие-то уродские в игре. Усковато тут, да? Те никогда не нравились замкнутые пространства, а, сэр Уолкер? Мне никогда не нравилось, когда мне пытаются выколоть глаза. Че? Вот заделся сейчас черепушку одного мажордома. Мажордом? Мы че, снова вернулись в огненные просторы? Или недра? Ну, просторы вроде. Ну, вов, инст. Там был мажордом. А, вот так лучше. Большой, просторный, с хорошей подачей кислорода. Именно таким должен быть тайный выход из замка. И летучие мыши. Это обязательное условие. А смелюсь спросить, какой наш план? Не тот, который связан с побегом из дворца. Его я полностью одобряю. Это просто. Мы должны остановить Логана. О, просто, да. И как я должен это сделать? Может, я и герой, но одной тут не справится. Именно. Вот поэтому нам и нужны союзники. Много союзников, как только докажешь, что люди... Кто ты, люди пойдут за тобой. И многие захотят сражаться. Серебряный ключ. Пятьдесят. Четыре. Но им нужен лидер. Тот, в кого бы они поверили. А революшн. Да, ну ты прям как... Я не знаю, Ленин. Революшн. Все дела. Ну и пятьдесят ключей. Я из тридцати двадцать два, по-моему, или двадцать четыре собрал в первой части. А здесь пятьдесят будет. Я же пропущу половину. По-любому. Ну, я еще и пропущу, потому что буду читать субтитры. Ну что ж, юный герой, это твой шанс. Собственно, да. Обучалочка с врагами, которые не, собственно, наносят урон. Ты видел это, Джаспер? Видел? Да, конечно. Пойдем. Я тоже тобой горжусь, старина. Никогда не видел, чтобы человек изгибался с таким же существом. Это вопрос гигиены. Не более летучим. И еще грязные существа. Так или иначе, мы только что видели, на что ты способна. Ты герой, который может возглавить революцию. Летучая мышь, это только начало. Давай еще больше революционных... Этих речей. Хе, смотрите, вагина у двери. Золотой ключ. То есть тут... Окей, тут еще помимо серебряных, еще и сбор золотых ключей добавили. Я что, сюда вернусь, типа? Ну, ладно, блин. Почему герой не бегает, я не понимаю. Ну, то есть она бежит, но я хочу, чтобы она бежала быстрее. Тут есть кнопка ускорения бега, но почему-то она не работает. Готовь свою магию. Слышите? Бауэр Стоун. Вы помните город Бауэр Стоун? Это, собственно, где Леди Грей, там и все такое. А здесь он... Они называют этот город Нью-Глушевиль. Вот уж действительно непонятная фигня с локализацией. Нью-Глушевиль. Бауэр Стоун. Стоун... Я не знаю, как переводится Бауэр Стоун, но точно не Нью-Глушевиль. Нью-Глушевиль. Что? Ведь... Ну, Стоун, как минимум, это камень. Бауэр, это какой-то камень. Но они Нью-Глушевиль. Блин, Глушевиль. Что за жаба? Камень в виде жабы. Даже два. Ну, круто, что? Вы что, до сих пор мышей отстреливаете? Я никого не вижу. В кого ты стреляешь? Пошли. Наркоман, блин. Кажется, это тупик. Не совсем. Че, применить спелл? О, я клевый. Гильдейский портал. О, карта из первой части. Только в другом месте. Хиленький старик. Че это за место? Знаешь, это, наверное, убежище твоего отца. Он говорил о нем когда-то, но я не думал, что он существует на самом деле. Поверить не могу, Джаспер, это книга. Тут записка с твоим именем, посмотри. Это невозможно для Джаспера. Что ж, согласен, это возможно, но это наверняка совпадение. Конечно, по-любому. О, не будь тупицей, старый король должен быть оставил это тебе, как... Книга героев, изумительно. Поможет выбраться отсюда? Это действительно нечто. Все, что мы только хотели знать о героях и об этом месте, есть здесь, в записях. Ну, так рассказывай. Мне надо стать крутым. Давай, сделай что-нибудь, чтобы я стал крутым. Эта карта играет роль путевого механизма. Выбираешь, куда хочешь отправиться, и она вроде бы должна доставить тебя туда. Как удобно. Великолепно, нам это пригодится. У нас еще будет куча времени все здесь рассмотреть. Сейчас же нам предстоит заняться важным делом. Но я даже не представляю, с чего начать. Сначала мы остановимся в горах Хмарья. Там у нас есть шанс найти отличных союзников, и вы будете не просто уговорить стоять на нашу сторону, но они ненавидят Логана. Если кто-то и сможет их убедить, то только герой. А че, герой, это значит, я могу магией пользоваться, потому что кроме героев никто магией не может пользоваться, что ли? Очень хорошо. А я продолжу изучать убережище. Нет сомнений, нам понадобится использовать все его возможности. Ну что ж, хорошо, найди на карте Хмарья, и давай посмотрим, не врет ли книга. Но я вижу тут как минимум несколько дверей. Это для коопа, возможно, дверь. Тут ачивки. Гардероб. И пухи. Окей. Собственно, думаю. На этом, думаю, собственно, думаю. Невозможно сохранить. О, ну ладно, я хотел закончить. И начать в следующий раз, типа, с того, чтобы мы там в деревню эту портанулись. Так, а вот, похоже, на лагерь вольных. Здесь, в Хмарье, выберите его в качестве пункта назначения, попадешь туда. Все так просто. Так, доступные задания серебряных ключей. А, ну тут, по крайней мере, написано то, что на локации есть серебряный ключ. Ладно. Гномов уничтожено. Ноль из одного. Чего мы так гномов не любим, да? Лагерь вольных. Хочет отправиться туда? Ну давай, мне игра-то выбора особо не оставляет. Мне надо сохраниться и выключить эту штуковину. Потому что я... Не хочу в нее выиграть. Подарки какие-то лезут. Может, DLC-шки или типа того. На, скорее всего, DLC. Посмотрим, что они дадут. Может, шмотки крутые какие-нибудь. Которые я не буду юзать. Проклятье. Я уже забыл, как тут холодно. Че, теперь можно сохраниться? Так, вы уверены, сохраненная игра будет перезаписана? Клево, но это же автосейв. Он по умолчанию должен. Эти люди зовут себя вольными. Клево. Ну что ж, в общем... Лол, комната сохранения. Присоединяется к другому. Отличный способ заработать. Странствую в качестве... Автосохранение. Героя. Текущая игра. Свободная ячейка. Окей. Это довольно интересный метод сохранения, должен я заметить. Мне типа нравится. Ну ладно, в общем... Да. На этом мы и закончим. А ты тут... Ты повсюду, я так смотрю, да? Да. На этом мы закончим. Знакомство с третьим фейблом, собственно. Продолжение где-то рядом. Надеюсь получить от нее хотя бы... Ну не столько же, очевидно, но... Надеюсь получить от нее тоже хотя бы удовольствие, как я получал от первой части. Возможно она не так уж и плоха, как все о ней говорят, но... Возможно она еще и хуже. Для меня покажется. А пока, если вам понравилось видео и вы хотите смотреть продолжение, вступайте в группу ВКонтакте. Ну и смотрите продолжение. Кто вам мешает-то. Ну а с вами был Сэт и... До свидания.